Молдовы В эфире телеканала Акчен ТВ Очень подозрительная синхронизация Эти европейцы предлагают 6 постов поставить Эти начинают копошиться, никого ничего не спрашивая Ни МИД, ни правительство не вошли ни в парламент, никуда Начинают устанавливать вроде как бы эти уже посты, де-факто Эти преднестровцы принимают одновременно с этим декрет О том, что объявляют чуть ли не все уже свои территории Как бы обозначают свои границы и так далее И у меня здесь вопрос, почему такая синхронизация? И кто осуществил синхронизацию? Владимир Воронин не исключает, что эскалация преднестровского конфликта Проводится не случайно различными силами Как извне, так и внутри страны В преддверии осеннего саммита ЕС, который должен состояться в Вильнюсе Давайте мы будем говорить о том, а может быть они и подготовлены Но подготовлены с другой целью, с другим интересом Может быть это интенсификация и вот этот сейчас пожар Который они хотят зажечь на преднестровском, так сказать, рубеже На вопросы нашей реинтеграции Может быть имеет далеко идущий и давно задуманный сценарий Далеко идущий план Давайте будем смотреть на эти вещи Почему не говорить о том, что они хотят идти по сценарию, например, Кипра Опять возвращаясь к тому же Вильнюсу и так далее А почему не думать о других сценариях, которые в их бредовых головах существуют и рождаются А для этого, чтобы эти спички зажечь и чтобы эти сценарии начали у них работать Вот они и придумывают конфликт на зоне, на Днестре, чтобы был конфликт Чтобы через конфликтную ситуацию и потом найдется какой-то миротворец из Европы Приедет сюда и начнут, вы ребята, давай сидите за стол Давайте, да, вы уже так разругались, что вам уже вместе нельзя жить в одной семье Все, давайте разойдемся Почему не так смотреть на эти вещи? Последние четыре года еврочиновниками было выделено 42 миллиона евро на поддержание мер доверия между обоими берегами Днестра Вот только никаких реальных действий для решения проблем по реинтеграции Молдовы предпринято не было, подчеркнул Владимир Воронин Более того, по словам председателя ПКРМ, подписание соглашения о зоне свободной торговли может усугубить уже имеющиеся проблемы И убить экономику, как правого, так и левого берега Поэтому, по словам Владимира Воронина, решение о подписании соглашения об ассоциации с ЕС должно решаться на всенародном референдуме По большому счету, такие вопросы решаются даже не парламентом, а тем более какими-то клерками из этих министерств Решаются референдумом, всенародным референдумом Вы хоть кто-то слышали слово о таком, что кто-то из них заикался А почему не спросить всех людей? Почему не спросить никого ничего? Что аграрии скажут по этому вопросу? Что станет нашей страной аграрной после присоединения к этой зоне свободной торговли? Что станет с остальным, что еще осталось от так называемой, в прошлом, процветающей, известной на вес Советский Союз нашей индустрии, микротехнологии и все остальное? Да, все, что будет дальше? Что мы будем продавать в этой Европе? Политика, проводимая и навязанная Молдове Евросоюзом в последние 4 года, губительна не только для молдавской экономики, но и для всего населения нашей страны, заявил лидер ПКРМ Владимир Воронин подчеркнул, что так называемая оптимизация приведет к тому, что большая половина граждан Молдовы может стать безграмотной, черной рабочей силой А смотри, что они делают в образовании? Вся политика в образовании должна привести к тому, чтобы Молдова стала страной неучей, безграмотных людей, тех, которые не смогут понимать, по их мнению, слуг европейских Им мало, что сейчас наши женщины там умывают, моют и кормят там этих пенсионеров в этих странах Им мало, что наши молодые девушки там оказывают всякие услуги Им это все мало Нас еще сделать неграмотными наш народ, наших детей, наших внуков Нас сделать такими, а кем легче управлять? Грамотным, подготовленным человеком Он будет тебе терпеть, он будет с тобой соглашаться, он будет делать то, что ты хочешь И как ты его эксплуатируешь, как ты над ним издеваешься Конечно, он будет сопротивляться А зачем им это нужно? А на безграмотных, на неподготовленных Сиди и молчи, ты не можешь, ты не умеешь, ты не знаешь И радуйся, что тебе дают кусок хлеба, как собаки Вот что они хотят Кроме того, по словам председателя ПКРМ, представители Евросоюза преследуют очень четкую цель Захватить Молдову и не допустить ее вступление в таможенный союз Та же самая колониальная политика, то же самое нас завоевание, то же самое наше закабаление Всех нас закабалят, всех и детей, и будущих детей Детей будущих детей, всех закабалят Вот какую политику они проводят В аппарате Народного собрания Гагаузии зарегистрировано обращение жителей автономии С требованием организации референдума по выходу автономии из состава Республики Молдова Под соответствующей инициативой, как утверждают инициаторы референдума, подписалось более 5000 человек Народ Гагаузии возмущен тем фактом, что руководство страны не желает прислушиваться ко мнению жителей региона и его властей Относительно стратегического вектора движения страны, отмечается в тексте резолюции В условиях, когда Молдова не выполняет взятых на себя обязательств по отношению к гагаузской автономии Всячески пытается урезать ее права и полномочия Проводит курс своей внешней политики по европейской интеграции страны Не считаясь мнением нашего народа Старается ликвидировать Гагаузию как автономно-государственное образование Считаем, что Гагаузия должна рассмотреть возможность пересмотра своего согласия о самоопределении в составе Республики Молдова Заявляют инициаторы референдума Они потребовали от депутатов Народного собрания Гагаузии принять местный закон Который поставит центральным властям Молдовы ультиматум Если в течение одного года законодательство страны не будет приведено в соответствии с законом об особом правовом статусе автономии А этот закон не получит статус специального органического закона То до декабря 2015 года в автономии должен быть проведен референдум О выходе из состава Республики Молдова И возврате в рамки независимой Гагаузии Республики Провозглашенной в августе 90-го года На этот же референдум должен быть вынесен вопрос отношения гагаузского народа К вхождению в таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества А также об отношении народа Гагаузии к европейской интеграции Молдовские власти полностью засекретили проект соглашения о зоне свободной торговли с ЕС На этом настояло Министерство экономики Ведомство ссылается на соответствующие требования ряда стран-членов Евросоюза Об этом вице-министр экономики Октавиан Калмык заявил на сегодняшнем заседании Парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Негуциерилы у фаст finalизаты, де факто, însа урмеаза с фи coordонаты Пути царелы мембрии у Европе Де че? Аша у фаст convenито на в начале этих негуциерилей Интри партии, existа документ semнат, агреат, депащи партии Партии, ка татата тема, като результата негуциерилы Ну сута царелилей, консунута царелила Ну по-те фи дивулгата Пути масс-медия Аста не означава, ка мы не будем са диспутем Интри партии, консунута царелилей Интри партии, инса, дин пакат, на этапа Эта, эти результаты не могут быть Факути публици, деце, есть Ругаминте ка тре комисии Ка цаста дискуссия сфи Инкеса, пенту ка Сынтрам в детали, инкас контрару Ва веа у характер генерал Чиновник потребовал обсуждение проекта соглашения В отсутствие пресы, председатель комисии Вячеслав Яоница, инициативу Поддержал, заседание профильной комисии Решено было провести за закрытыми дверями Ворбим десприя-ин accord Ка изъмнеаза динтри република Молдова И 27 цари мембри 28, аргумент Адус декатре домна Каума Каума, честиу, ин опиния меа, 1-у резонабил Де че пропунем фея урматор Са авемо шединта инхиса И дупа ацея, че че Вом considerа, кае поат фи Презентата, де ордин генерал, public Вом фи презента, public, дар Иссуши, тоа те деталии, каре комисия Депутаты-коммунисты высказали возмущение тем фактом, что важный для страны документ, способный по некоторым оценкам окончательно лишить Молдову экономики, в первую очередь ее сельского хозяйства, обсуждается в условиях секретности По окончанию заседания комиссии Юрий Мунтян заявил, что это соглашение негативно коснется каждого гражданина в отдельности и в особенности аграриев Са авемо шединта инхиси, интро граба, нема пъеменита, ау дурат, в целая бун каз, 2-3 луни, на у фоспуси уноши консультари дисчиси с социята цивилы, на у фоспуси уноши в дискутии с группы визате, каума ар фи, patronателы, дефирите асоциації, али продукателор, синдикателы, etc., 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 Искреаза impresия, что этот аккорд декомерс либер, опрофундат и компрентзатор, дефект, се пригодише как и у претекст информационал, как и у темы, как и у кампании в прессе, для саммит-у Динвинус. Коммунисты недоумевают. Несмотря на то, что проект документа уже фактически подготовлен и согласован сторонами, его содержание известно только узкому кругу лиц из правительства и евробюрократии. И, что важно, он не прошел широкого и досконального обсуждения в обществе, включая жителей Левобережья, которые негативно высказались относительно данного проекта соглашения. Напомним, 12 июня министр экономики Валерий Лазар заявил, что Молдова как никогда близка к подписанию соглашения о зоне свободы. Однако по сей день ни эксперты, ни депутаты парламента так и не ознакомились с соответствующим документом. Исполнительный секретарь по КРМ Юрий Мунтиан уверен, что все дело заключается в том, что практически весь текст соглашения был подготовлен европейскими экспертами, без учета реалий и выгод Молдовы. И именно европейская сторона настояла на полном засекречивании текста с целью не допустить обоснованного возмущения молдавской общественности. Молдавские коммунисты призывают парламентскую ассамблею Совета Европы быть более принципиальными в борьбе с коррупцией в странах-членах Совета Европы. С таким заявлением на пленарном заседании ПАСЭ от имени группы объединенных европейских левых по докладу «Коррупция как угроза правовому государству» выступил депутат от ПКРМ Григорий Петренко. По словам молдавского парламентария, отчет группы государств по борьбе с коррупцией очень содержателен и включает ценную информацию. Однако возникает очень важный вопрос. Что может сделать ассамблея, чтобы выводы и рекомендации данного отчета не остались лишь на бумаге? Что ассамблея может сделать в борьбе с коррупцией, когда мы сами подрываем авторитет Совета Европы и отказываемся, самоустраняемся фактически от возможности влиять на положение дел в странах-членах Совета Европы? Что может сделать Совет Европы и наша ассамблея, в частности, в борьбе с коррупцией, если мы боимся установить мониторинг и не решаемся спросить со стран-членов Совета Европы, как функционируют демократические институты, как выполняются обязательства, в том числе по борьбе с коррупцией, взятые на себя при вступлении в нашу организацию? Проект резолюции призывает правительство государств-членов Совета Европы выполнять антикоррупционные рекомендации, которые разработал СЕ. Однако параллель проведенной ситуации в Республике Молдова вызывает абсолютное недоумение, уверен Григорий Петренко. Как может бороться с коррупцией правительство, которое само страдает этим пороком? Но скажите, как будет бороться с коррупцией, например, новое правительство Молдовы, которое на 90% состоит из предыдущего, отправленного в отставку парламента, как раз за коррупцию? Как будет организовано сотрудничество с комитетом экспертов Совета Европы Moneywell по борьбе с отмыванием денег, если в той же Молдове целый ряд госструктур и высокопоставленных лиц, призванных бороться с коррупцией и отмыванием денег, контролируется организованной политической группировкой олигарха Плохотнюка, существующей как раз за счет коррупции и отмывания денег? Депутат от ПКРМ подчеркнул, что недостаточно лишь подписания и принятия какой-либо резолюции и международного отчета. Необходимо отказаться от двойных стандартов, начать принципиально выполнять положение подписанных документов, заявил Петренко на пленарном заседании ПАСЭ. Ассамблея. Мы все просто обязаны быть более принципиальными и не закрывать глаза на принципиальные вопросы, в том числе на вопросы борьбы с коррупцией в странах СЕ. Правовое государство и коррупция – это два взаимоисключающих понятия. Либо мы строим и развиваем правовые государства, либо коррупционные. Тенденция в Совете Европы пока что в пользу второго типа. Зависит в конечном итоге и от нас, парламентариев, к чему мы прийдем. Коррупция на правительственном уровне продолжает оставаться одной из главных проблем Республики Молдова, а размер взятки может достигать 600 тысяч долларов США. Такие данные содержатся в последнем отчете Госдепа США – практика в области прав человека. Как отмечается в отчете, размер взятки в Молдове возрос по сравнению с предыдущими годами. Авторы отчета ссылаются на данные Национального центра антикоррупции, согласно которым в течение первых четырех месяцев 2012 года лицами, занимающими государственные должности, совершено 102 коррупционных действия. А вымогаемые суммы варьировали от 110 тысяч леев до 594 тысяч долларов США. В отчете указывается также, что наиболее коррумпированными в Молдове является судебная система сферы здравоохранения и образования. В этой же связи отмечается, что ни один случай коррупции с участием представителей органов права не завершился реальным приговором к тюремному заключению. В отчете сообщается и тот факт, что обвиняемые в коррупции судьи не попадают на скамью подсудимых из-за присущей их статусу неприкосновенности. Кроме того, согласно исследованию, осуществленному в прошлом году организацией Transparency International Молдова, среди сфер, в которых граждане вынуждены чаще всего прибегать к взяткам, числятся полиция – 42,2%, образование – 40,4%, медицинские учреждения – 39,1%. При этом средний размер взятки, выплачиваемый гражданами, варьирует в зависимости от сферы. В среднем 5300 леев адвокатам для передачи судьям и 4400 леев прокурорам. Министерство юстиции подтверждает недобросовестность действий новых акционеров Молдова Агрейнбанк, констатируя, что лица, выкупившие за короткий срок порядка 30% акций банка, действуют сообща. Об этом пишет еженедельник коммерсант МД. Если эти же выводы подтвердит Национальный банк, то новые собственники Молдова Агрейнбанк будут лишены права участия в его управлении. Минюз заявляет, что пакет акций общей сложностью 30% находится в распоряжении одного лица. Новые акционеры адресовали единый запрос для получения единого разрешения Нацбанка на владение акциями. Кроме того, о совместных действиях новых акционеров свидетельствует тот факт, что контракты были авторизированы одними и тем же нотариусом. Номера опостили на документах последовательны. Консультационные и юридические услуги были предоставлены одними и тем же адвокатам. Факт того, что интересы нескольких компаний новых акционеров Молдова Агрейнбанк представляет один адвокат, однозначно свидетельствуют о том, что эти акционеры действуют сообща. Говорится в выводах министерства. Напомним, что в самом Молдова Агрейнбанке уверены в рейдерской атаке, схожей с той, что была осуществлена в 2011 году. Это же мнение разделяет и Европейский банк реконструкции и развития. Молдавские власти говорят о возможном банкротстве столичного международного аэропорта. По окончанию заседания правительства премьер-министр Юрий Лянк заявил, что на счету аэропорта скопилось много долгов. И теперь это предприятие сталкивается с серьезными финансовыми проблемами. Субтитры создавал Молдова Агрейнбанк. Субтитры создавал Молдова Агрейнбанк. Лянк не смог дать четкого ответа на вопросы журналистов. Однако экспертное сообщество давно предупреждало о том, что некоторые заинтересованные лица пытаются захватить контроль над предприятием путем его банкротства. Подобный сценарий очень напоминает рейдерские атаки. Осенью счета на электроэнергию могут вырасти. Это подтвердил глава национального агентства по регулированию в области энергетики Виктор Парликов, отметив, что в настоящий момент возглавляемое им ведомство рассматривает этот вопрос. В свою очередь крупные поставщики электроэнергии заявляют, что задержка в принятии решения приводит к потерям, которые должны быть включены в новый тариф. Предполагаемое повышение составит не менее 14%. Последнее подорожание электроэнергии в Молдове произошло в мае прошлого года. Согласно решению Наре, потребители распределительных сетей газ натуралфеноса стали платить за 1 кВт в час 1 лей 58 банов, Реднорд 1 лей 71 бан и Реднордвест 1 лей 73 бана. Румыния вошла в пятерку государств мира, критически зависимых от внешнего финансирования. Об этом говорится в отчете Международного института финансов. По его подсчету, в нынешнем году инвестиции в экономику Румынии сократились на 3%, до 1,1 миллиарда долларов в сравнении с 2012 годом. По мнению авторов, эта тенденция самым пагубным образом отразится на экономике, если власти не предпримут конкретных мер. Так вместе с Румынией критически зависимыми от внешнего притока финансов являются Турция, Польша и Марокко. Примечательно, что проблему в институте видят в продолжительной сверхмягкой монетарной политике США, что несколько улучшило положение развитых экономик, но пагубно отразилось на развивающихся. Если в этих странах внешнее финансирование сократится, то они попадут в сложную ситуацию с точки зрения ликвидности и кредитоспособности, говорится в документе. Депутаты парламента Тайваня решили обсудить законодательные вопросы на кулаках. Они устроили массовую потасовку, не сумев договориться о пересмотре налога на прирост капитала в результате торговли акциями. В ход шли самые радикальные меры борьбы. Законотворцы обливали друг друга горячим кофе и выдирали волосы. Дискуссия по налоговому вопросу переросла в рукоприкладство после того, как представители правящей партии и оппозиции попытались занять место у трибуны. В потасовке участвовали и женщины. Одна из них расплакалась после того, как законодатель мужчина стащил ее с трибуны. Как сообщают местные СМИ, подобного рода стычки в парламенте Тайваня явление нередкое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова